Всем привет, друзья. Это снова я. Это вы, это я. Дай сетки. Дай сетки. Дай сетки. Прибулели мы. Да, печалька. Печальная печалька. Были. Он с деньгами. Копилка на ножках. Тебе, говорит, денежка есть. Мелочек касается, я ему. Собирает на что-то опять. На что, вот, интересно, Нина, что ты собираешь? Секрет. Секрет. Вот, уже секреты пошли. Все дальше будет. Были мы у врача. Сегодня я говорила, что нам в поликлинику. Выписали лекарство. Врач очень хороший. Она мне очень нравится. Мы к ней не всегда попадаем. Вот, сегодня попали хорошо с двумя мальчишками. Она обоим выписала. Замечательное лекарство. Я их знаю. Все под контролем она держит. И в конце недели мы опять пойдем к ней уже выписываться. Посещение школы. Как они говорят вам на больничном, ребята сами понимают, что сейчас как бы начало очень многое пропускать нежелательно. Поэтому по обстоятельствам. То есть, если чувствуют, что в состоянии пойти на уроки, отсидеть, подниматься, да, а не так за партой там просто клёкать, то они пойдут. Вот. Адасюркин собирается, но не знаю, как будет. Потому что все-таки кашель делают такое, мало ли что. Ну, с лекарством. Опа. Забрышку-то расчистили. Расчищают ее прям. Уже скоро вообще ничего не останется от нее. Мама дорогая. Сейчас. Полностью. Теперь только в воспоминаниях останется это здание. Которое я говорила. Там была детская библиотека. Моя. Я еще прям по инфекции делаю, да. Ну, да ладно. Не будем о грустном, как говорится. Будем о хорошем. В общем, овечимся. Надеюсь, что все-таки все пройдет таким легким успугом. Но в школу ходить собираются. Ну, это и правильно, да. Если нет прям там... Прям что-то, чтобы... То, да, ходить надо. Ну, опять же, они будут смотреть. И я тоже, как вся, буду чувствовать. Я считаю... Может, конечно, я не права, но я считаю, что на больную голову, если человек болеет, ребенок в частности, да, то знание-то особо и не прилипнет. Все равно, потому что там не до чего будет. Если ушах звенит, сопли пузырями, глаза в кучу, то какие тут вообще... Что тут можно в голову вложить, непонятно. Так. Опять отвлеклись. И давайте о хорошем. Думали-думали и надумали сделать домашнее. Шурумы мы делали, всякие пироги делали, эти всяко-разно делали. Сэндвичи домашние. Знаете, такой хлеб квадратный. Ветчина там, капустка, кетчук, майонез. Короче, все, что было в холодильнике, все в этот сэндвич. Штавелями уложили и заходит на ура. Это давно не делали. Сейчас в аптеку забегу, возьму лекарства. И вот за этим хлебом. Хлеб и, по-моему, капусты у меня нет. И будем... И будем... Делать домашние сэндвичи, да. Так что, кто не пробовал домашнюю вот эту вот фастфудскую еду, сэндвичи, шурма, там, хот-доги, вот эти вот... Как это, гамбургеры, да, вот это все? Попробуйте. Классная штука, да. Главное, вы хоть знаете, что там, кроме мяса, у вас ничего нет. Сестно. Только чисто мясо. Все, что сами положили, только, как говорится, и приятного аппетита. А то на улице, знаете, не всегда вам. Короче, вы сами все понимаете. В аптеку сейчас. Да. Это Чебурашка. Обиженный. Он обиделся весь. Весь обиженный идет. Ну да ладно. Прям не знаю. Да, Сеткин хочет салат овощной. Замечательно, отлично, супер. Неужели? Поэтому надо еще помидорчиков, огурчиков, зеленушечки, чтобы все прям... Главное, чтобы не передумать. Это хорошо, когда хотят, знаете, такое полезное, что прям... Значит, организму не хватает витамина. Зайка, у тебя хватает витаминов в организме? А? Я говорю, что витаминов у тебя хватает в организме? Что? Хватает, нет? Я не знаю. А что ты на губки потянула? Потому что я не знаю. Да, потому что витаминов не хватает. Поэтому салатики будем овощные. Да. Ходячий кот-дог у нас уже есть. Вот он. Ходячий. Остались салатики овощные? Да. Да? Да. 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 Не жарко тебе? Нет. А жарковато вообще? Нет, не жарко. Что-то как-то резко потеплело. Мне просто нравятся теплые вещи. И все. Обиделся весь. Весь с головы до ног. Пузик. В общем, за овощным салатом и за сэндвич. Слушай, у тебя классно тогда? Что-то я сейчас представила себе сэндвич. Вот такой хороший. С овощным салатиком. По-моему, он. Все, друзья, сейчас идем в магазин покупать все для овощного салата и для домашних сэндвичей. Сейчас все это дело купим и домой готовимся. Чтоб им было вкусно. Ну, сэндвич я приготовлю, а вам покажу. А что вы, знаете, такое... Дух у вас тоже аппетит разобрается. Что вы хотите сделать такие сэндвичи? Да. Салатчик. Ну, что? Очень, кстати, удобно мне так вот тоже на перекус играть. В дорогу. Пробки торчишь 3-4 часа. Где, извините, перекусить? Где? Где искать? А так, коп, открели. А у вас там сэндвич или шаурма. Ну, шаурму греть надо. А он может штука. А я еще и думаю, а что это за настоящая шаурма? А я думаю, что не было, а летающие такие. А на носу уже 2 раза 7. Он залпает. Вот он, летающий. Может, корыбал? Смотри, мошек сколько. Вот, вот, вот. Ну, я не знаю, на телефоне он не видно. Ну, мошек очень... А, сейчас я вам покажу. А, что это такое? Мошек. Да. Ну, что мы видим? Мы расписи, как мы расписи. Слушай, ты правда думаешь, коры столько. Это какой-то дикий ужас просто. Просто с темой. Вот чем я дальше иду, тем их больше. Это что такое вообще? Ну, так, к слову. Чтоб в рот не взлетал. Чего не надо? Слушай, ты правда, какой-то кошмар. Прям засада. Еще на дачке я с вами темная. Чтоб уж наверняка. Ужас. Кошмар. О, боже. Я не ходила. Так, здесь больше не ходим. В общем, мы за сэндвичами. За домашними приготовлю, вам покажу. И... И добро. Да. Я хочу сказать всем до свидания. Всем пока. Всем до свидания. Всем пока. Всем до свидания, друзья. Всех крепко обнимаю. Всего самого-самого хорошего. Я говорила, что вас обнимаю. Да, я вас всех обнимаю. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok